Такое соревнование проводится впервые. Побороться за Кубок Черного моря приехали более 200 спортсменов в возрасте от 10 до 18 лет. Они представляют разные регионы страны. Участие принимает и команда Армении, в составе которой основной костяк сборной этой республики. В общем, большинство тхэквондистов уже являются призерами первенства России. Алан Гегия представляет команду Сочинской детско-юношеской спортивной школы номер один. Недавно он получил звание чемпиона Краснодарского края по тхэквондо. Последнее соревнование первенства России. Там я выиграл два боя и третий, к сожалению, проиграл в Самарской области. На этих соревнованиях я буду показывать пумсе и свои выступления. Я надеюсь, что я смогу выиграть на этих соревнованиях. Пумсе – это основная базовая техника в тхэквондо, но владение им необходимо каждому спортсмену для совершенствования своих умений в этом виде спорта. Соревнования в этой технике и спарринге будут проходить на корте крупнейшего спортивного центра на юге страны «Югспорт» два дня. Завершится первенство 8 октября. Победители и призеры турнира определяются в каждой весовой возрастной категории. Командный зачет считается по сумме набранных баллов. По итогам турнира участникам присваивается первый спортивный разряд. «Они будут на следующий год отбираться на первенство России, которое будет проходить в регионе России, в Белгородской области». На будущий год соревнования будет еще масштабнее. Планируется участие около тысячи спортсменов. Приедут многие иностранные команды. Кроме того, этот турнир хотят включить в ранг всероссийского, чтобы победители могли получить звание кандидатов в мастера спорта. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.